В этот четверг, 26 ноября, очередное заседание Даугавпилской краевой думы началось с возвращения в ряды народных избранников самоуправления Енины Курситы, которая, напомним, в течение года работала депутатом Сейма, а затем, после снятия с должности министра сообщений Анрей Саматиса и его возвращения в ряды депутатов Сейма, вернулась в Даугавпилский край. Она сразу же приступила к своим новым старым обязанностям. На повестке дня было рассмотрение еще 53 вопросов. Один из них касался изменения правил оценки работы сотрудников самоуправления. По словам исполнительного директора Ванда Кезики, эти правила существуют уже давно, но сейчас, согласно требованию Кабинета министров, нужно было изменить методику оценки. Есть и раньше. В оценке работы были два основных показателя. Это показатели отношения к работе и результативные показатели. Второй был – это стаж работы. Конечно, сейчас приняты новые, они уже приняты не в этом году, а в прошлом году приняты новые положения Кабинета министров, где сказано, что, вернее, не сказано, где стаж работы не учитывается как из основных показателей. Поэтому сейчас у нас основные два показателя будут. Это качество работы, конечно, и второй показатель очень существенный – это дисциплина. Лечь не идет о физической дисциплине, а о дисциплине исполнения документов, о дисциплине работе с нормативными какими-то документами и так далее. На базе Далговпиловского краевого самоуправления работает 51 учреждение, руководители которых проверяет исполнительная власть Думы в лице Ванда Кезики и ее заместителей, а сотрудников, соответственно, уже их непосредственное начальство. Депутаты единогласно поддержали инициативу управления культуры об участии в проекте Европейского союза «Не забудем», который действует в рамках программы «Европа гражданам». Также в проекте примут участие партнеры из Заросайского района, острова Мальта и нескольких самоуправлений Италии. Темой для работы они избрали Вторую мировую войну, которая началась 1 сентября 1939 года и завершилась 2 сентября 1945 года. «Привычно думать, что больше всего от Второй мировой войны страдала наша территория, Восточная Европа, но в принципе от Второй мировой войны страдал даже такой чудесный остров, как Мальта. Он был бомбирован и очень пострадал именно на следе культуры. Поэтому так или иначе очень интересно узнать, какие следы в обществе оставила Вторая мировая война. И самое главное, как общество могло и сумело найти в себе резервы, как мобилизироваться, как перебовороть в первую очередь этот страх, а второе, как восстановить, в данном случае наш интерес, как восстановить объекты культуры и памятники культуры». В Далго в Пелском крае возьмут за основу тему оккупации. «Наша цель в сотрудничестве музеями с учреждением культуры, а самое главное с молодежью, со школами, найти информацию, как именно эта оккупация проходила на территории нашего края, какие были события, какие воспоминания в семьях, какие предметы памяти. И что самое интересное, наш ведущий партнер, это является управление из Майты, предлагает нам внедрить, может, такую совершенно новую форму, как восстановить память, это так называемая симуляция событий или реконструкция событий». Скорее всего, с учениками одной из краевых школ будет проведена реконструкция событий, связанных с оккупацией. Кроме того, в рамках участия в проекте летом следующего года у нас в крае пройдет большая научная конференция, на которую приедут и партнеры из других стран.